С играми, основанными на фильмах, мы встречаемся довольно часто. Но, как правило, такие проекты обречены на провал, ведь желание выпустить игру одновременно с премьерой картины зачастую сказывается на качестве продукта. С LEGO все совсем иначе. Игрушечная версия седьмого эпизода Star Wars вышла через полгода после кинорелиза, поэтому к ее качеству придраться очень сложно. Главное, чтобы напарник для кооператива был всегда под рукой. LEGO Star Wars The Force Awakens начинается с событий шестой части, чтобы плавно подвести нас к новым событиям и добавить пару-тройку классических фигурах персонажей в коллекцию. В повествовании появился интересный нюанс. Даже если вы не смотрели фильм, вы не пропустите ровным счетом ничего. Здесь полностью пересказываются все основные сцены, но с характерным LEGO юморком. Кто-нибудь постоянно падает, смеется в неподходящий момент или вовсе не может правильно активировать проклятую гарду. Зато каждая глава сопровождается текстовым вступлением, а диалоги персонажей больше не напоминают вечеринку в The Sims. Никакого мычания, только настоящие голоса героев саги. Более того, игрушечная The Force Awakens в каком-то смысле даже переплевывает киноверсию. Речь идет о дополнительных побочных миссиях, в которых вы узнаете, откуда у C-3PO появилась красная рука, как По Демерон спасал Адмирала Акбара и что вообще все это время делал Хан Соло. Геймплей на The Force Awakens мало чем отличается от своих предшественников. Каждая глава представляет собой линейный уровень, где у вас будет постоянно рябить в глазах от количества деталек LEGO на квадратный метр. Алгоритм прохождения один и тот же на протяжении всей игры. Выходите на условную арену, небольшой, но просторный кусочек уровня, разбираетесь с врагами и сравниваете с землей все, что только можно. Несколько таких арен, пара мини-игр, подсчет очков и все. Повторять до финальных титров. Насколько быстро вам надоест, зависит от того, есть ли у вас напарник. В одиночку подбирать бесконечные детальки станет скучно примерно к концу первой-третьей игры. Зато кооператив здесь, как обычно, поставлен на первое место. И не зря. С подключением второго игрока, творящийся на экране LEGO дурдом, становится не только веселым, но и оправданным. Хотите, устраивайте дуэли между собой, выясняя, кто из персонажей круче. Хотите, меряйтесь величиной собранного хлама и найденных секретов, которых здесь в избытке. Больше всего эмоций вызывают воздушные баталии. The Force Awakens позволяет устроить игрушечную Battlefront с бочками и мертвыми петлями. Пока вы без устали лупите по кнопке огня, пластмассовый мир вокруг разлетается в щепки. Затем запускается скрипт, и вы на большой скорости удираете от преследователей, пытаясь одновременно не попасть под огонь противника, не задеть декорации и собрать как можно больше деталей. На поверхности планет тоже можно найти атмосферные перестрелки. В игру добавили перекаты и укрытия, которые из-за эффекта глубины резкости выглядят совсем как настоящие. Правда, из-за отсутствия сложности вся новая LEGO Star Wars сводится вовсе не к противостоянию Первому Ордену. Любой противник здесь закликивается за 2-3 удара, а смерть вообще бессмысленна. Вы потеряете мизерную часть собранного ресурса, который в избытке валяется по всему уровню. В то же время полностью детской игру точно назвать нельзя. Некоторые головоломки ребенок вряд ли сможет решить. Идеально, если у вас тандем с младшим братом. Пока он с удовольствием расстреливает темную сторону силы, вы тем временем не спеша ищите секретные блоки для сборки уникального AT-ST и прокладывайте путь вперед, собирая незатейливые конструкции. В The Force Awakens появилась возможность постройки сразу нескольких вещей на выбор. Иногда альтернативные варианты приводят к спрятанным секретам. Однако, как правило, вам придется просто поочередно ломать и строить каждую конструкцию. Пробуждение силы – идеальный вариант для жанра игра по фильму. Она не пытается скопировать серьезность оригинала, но в то же время ни на шаг не отходит от основного сюжета. Это скорее адаптация для тех фанатов, кто хочет почувствовать себя героем любимой вселенной, в том числе пробежавшись по новым локациям еще маложавым Люком Скайуокером и Ханом Соло. Поклонники Звездных Войн и Лего будут в восторге, при условии, что у монитора будет сидеть два человека. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ru.